И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду играть опять в Warface. Это новогоднее обновление, и от 28 числа вышло новогоднее обновление на Warface. И, в общем, мы в прошлом видеоролике, вообще в прошлом, мы играли в Сибирь в Новый Год, в прошлом видеоролике мы играли в Ангар Новый Год, и сегодня пришло время поиграть в Нефтебазу Новый Год. Что будет там, я даже не знаю, потому что, ну, вот эти вот две карты мне не понравились, и поэтому я не знаю. Я даже немного ненавижу эту игру. Но если они испортят Нефтебазу Новый Год, то я даже не знаю, что будет, потому что Нефтебаза это самая моя любимая карта во всей игре. Так что, если уж они её испортят, то игра, значит, совсем залаганная. Как вы знаете, всё это обновление, всё заглюченное, потому что даже Полигон, самая такая маленькая, ну, карта во всей игре, в которой только ждать можно загрузку, ну, и тренироваться, в общем, оно тоже залаганное, и сделано вообще красиво, но оно залаганное, и поэтому мне это не нравится. Полигон реально стал тёмным каким-то, раньше он был намного-намного-намного светлее, сейчас же он тёмный, и вообще все карты от Нового Года, все они тёмные. То есть, Сибирь Новый Год, темнота там, ну, то есть звёзды, Ангар Новый Год, опять же темнота, и Нефтебаза Новый Год, я даже не знаю, потому что я ещё не зашёл, но мне тоже кажется, что там будет темно. Ну, поэтому мне темнота не нравится, так как и в Hello Neighbor темноты хватает, блин, вспомнил её, надо поиграть в следующем видеоролике, ладно. В общем, вот так вот. То есть, если они испортят Нефтебазу, то я реально больше никогда не зайду в Warface, потому что это обновление уже нельзя удалить. Поэтому я буду ждать там уже января или февраля, чтобы уже вышло другое обновление, где они будут вот эти вот все штуки. Мне это обновление не нравится. Если бы можно было откатывать время назад, то я бы никогда не установил это обновление. Но самая главная проблема то, что, ну, нельзя вернуть то обновление, которое было до этого. Вот такая вот наша вот такая вот игра Warface. То есть, если мы установили обновление, то есть, если даже мы не установили обновление, то мы просто не зайдём в игру, пока не обновимся. Ну, так. Ну, лагает. Опять же, лагает. И это значит, что я начинаю ненавидеть Warface вообще. Они испортили всё, что могли. Я понимаю тех людей, которые ненавидят Warface вообще. И я вот понимаю, почему они её стали ненавидеть. Наверное, из-за того... из-за такого уже поганого обновления, как сейчас. Мне это обновление вообще не понравилось. Оно просто лагает. Оно реально лагает. Что в полигоне, что в Сибири, что в ангаре и даже в нефтебазе. Лагает сама игра. Я играю на самых минимальных настройках. У меня нет проблем с интернетом, но всё равно игра лагает. И я не знаю, больше про Warface я снимать не буду, потому что игра лагает. И не только у меня, я узнал тоже у некоторых людей. Ну, у них, конечно, ноутбуки. У некоторых есть компьютеры, но большинство ноутбуки. Мало у кого есть компьютеры, у кого лагает. В общем, есть такие люди, у которых тоже лагает, как у меня. И, в общем, я с ними поговорил. И они решили так. То, что они будут зайти только в Warface тогда, когда выйдет новое обновление. То есть, когда уберут всю эту хрень. Ну, а так они решили просто заходить и получать ежедневный бонус. Я на это согласен. Просто заходить в игру и получать бонус. Я знаю, что я не прокачаюсь, но это того стоит. Я не хочу играть на залаганной версии этой игры. Когда-то она реально была крутая. Даже без доната. Если кто помнит, это было 3 года назад где-то. Даже старый дизайн ещё был. Но мне этот дизайн 2017 не нравится. А уж зимнее обновление, которое добавило нам новогоднюю всякую хрень на карты, мне оно не нравится. Почему же они не оставили те версии карт, которые были? Ну, хотя бы просто. Ну, как карты. Чтобы люди всё-таки играли на зимних и не на зимних. В общем, как в CSGO. Почему-то я постоянно в каждом видеоролике говорю про CSGO. Я не знаю. Может, потому что я сегодня в веселье не играл в CSGO. Так. Меня опять убили. Но я не знаю. Я так играть не могу. У меня реально постоянные глюки. Я убил всего одного врага. Ну, как вы помните, я постоянно тащил на вот эту вот карту. А сейчас я даже не могу сотащить. Я сейчас на последнем месте. Я вообще никого не могу убить из-за того, что я, ну... Ну, в общем, лакать-игра, да. Так. То есть, смотрите, даже когда я спауниваюсь, у меня пропадают мои модификации. И это как-то неправильно, да. Нет, реально, это... Просто... Я даже не знаю, как это назвать. Это просто... Херня какая-то, а не обновление. Я сейчас даже Warface с компьютера удалю. Я сниму это даже на видео. Потому что игру они испортили полностью. И заходить я в неё даже не хочу. Я удалю этот, нахер, игровой центр, потому что он только портит мою Windows. И просто я его удалю, потому что это как бы Мейла. А Мейла я вообще компанию ненавижу. Ну, вот. Единственное, что у Мейла это хорошо, это вот Warface был. А теперь это стало, ну, просто гавтом. По-другому назвать это нельзя. Какая-то хуйня, блядь. Короче, Мейл заебала просто портит видео. Мне это достало. Потому что я никого не могу убить. И это из-за того, что у меня стандартное оружие. Дело в том, что лагает сама карта и сама игра. Но на стандартных картах игра не лагает. И я уже стал думать, что может у меня с компьютером что-то не так. Но, видимо, нет. У меня с компьютером все нормально. И... У меня всего два кита. Это дело в игре. Ребят, давайте соберем, я не знаю, может какой-то опрос. На сменение... Точнее, чтобы убрать вообще это все. Потому что обновление постоянно только портит игру. И... Я не знаю. Раньше она была намного круче. Даже без доната. Когда можно было всего лишь... На игровую валюту можно было все купить. От гранаты до хорошего скина. Но... На... Своего игрока. А сейчас же стала просто игра донатов. То есть... Какие-то кредиты. Постоянно на них надо тратить деньги, чтобы покупать какую-то новую хрень. Я понимаю. Я уже это видел в одной игре. Называть я ее не буду. Постоянный донат. Постоянный. Я донатил постоянно. И, в общем... Все равно там выходит постоянное обновление. С новыми оружиями. С новыми скинами. Точнее, на оружие. И, в общем... Я не знаю. Я больше туда тратить деньги не буду. Как и здесь. Я больше донатил в Warface. Никогда не буду. Если я нарушу это обещание, то я даже не знаю. Просто я не знаю. Я стану ненавидим сам себя уже. Потому что игра полностью испортилась. Я... Я так рад, что я дошел хотя бы вот... Ну... Хотя бы до 80-го левла заранее. Сейчас же... Сейчас бы я уже не прошел до 80-го левла. Потому что я помню, что тогда, когда я проходил первый аккаунт, там было совсем все по-другому. И можно было бесплатно заработать кредиты. А не так, как... Сейчас какая-то рулетка пошла. В самой игре. Рулетка, в которой можно... Короче, накрутить себе кредит. В общем, я не знаю, что это... Вообще, как это вообще работает. Но... Потому что я никогда это не делал. Это мне не надо. Это кредит... Нафига. В общем, я не знаю. Мне эта версия игры... Именно эта версия не нравится. Разработчики, если вы сейчас смотрите этот видеоролик, то, пожалуйста, исправьте это. Я не хочу видеть в вашей... Ну, так сказать, крутой игре... Вот такую хрень. Ну, просто, ну, хрень обновления. Вы... Вы что, разучились делать реально крутые обновления? Ну, как раньше, там что-то добавлялось реально крутое. Там какое-то... Ну, реально что-то крутое добавлялось. Ладно, там они добавили новогоднее всё. Это ладно. Но это всё лагает. И это просто, ну, не нравится мне. У всех нормально. То есть, как... Ну... Во всех ваших версиях было всё нормально. На этой же, на новогодних картах всё лагает. И просто это невозможно. Это просто невозможно играть. Поэтому, ребята, всё. Это была последняя карта. И, наверное, последний видеоролик, когда я играю в Warface. Я ненавижу Warface за то, что они испортили всё, что могли в этой игре. Я просто... Не знаю даже, как сказать. Я просто вот... Просто ненавижу теперь эту игру. Они испортили всё. Нефтебазу. Всякие ещё другие карты. Нет. Всё. Я заканчиваю с этой игрой. В общем, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.